Привет! Сегодня будем готовить новогодний ролл с лавашем в лаваше. В первую очередь посмотрим на лаваш. Целиком брать не будем, я думаю мы отрежем половинку. Да, однозначно будем использовать половину. Отрезаем ровно половинку лаваша, а остатки куда-нибудь спрячем. Подготовленный лососик и творожный сыр. Творожный сыр можете взять альметку, зеленью, сливочной, любой. Подойдет любой творожный сыр. Ложечкой выкладываем сыр по всей длине ролла. Вот таким вот образом. Не жалея Новый год все-таки. После этого берем лососик, слабой соли, можно взять копченый, кто как любит, и выкладываем вот таким вот образом. Пару кусочков, ну я возьму три, чтобы было помясистее. Вот так вот, все, достаточно. Немножко примяли и заворачиваем, как классические японские роллы, представим, что это он, просто, или шаверма, тоже отличный пример. Обязательно, чтобы у нас шовчик был снизу, иначе он будет раскрываться. Получается вот такой вот ролик. Теперь нарежем наш ролл. Края срезаем. И пробуем. Вкусно. Пару часов он пропитается в холодильнике, как раз таки рыбкой, сыром, и будет класс. А это можно с кем-нибудь поделиться. Так, на чем мы остановились? Разрезаем. В принципе, разрезаем толсто-тонко, как хочется. Нет, если жадные, можно хоть вот такие. Ну, мы будем действовать по классике. Ммм, все убежало. Вообще, есть идея попробовать ножом для хлеба. Вот таким образом. Да, пожалуй, отличная идея. Как только все доежем, мы их немножко подровняем. Вот что у нас получилось. Но спросите вы, наверное, что здесь новогоднего? А новогоднее украшение? Поэтому я взял помидорки черри, оливки и огурчик. Будем украшать, делать елочки из них. Так, обязательный атрибут шпажки. В первую очередь накалываем помидор. После этого оливочка. И втыкаем в наш ролл. Вот такая вот красота у нас получается. Далее будем делать елочку, будем чередовать. Так, и для второго варианта возьмем огурец. Откроем. Помоем. И делаем вот такие вот слайсы. Тима! Тима! Вот такие слайсы. Делаем еще парочку. Сейчас покажу, как из этого сделать красивую елочку. Возьмем шпажку. Огурец. И вот так вот продеваем. Надо скорее готовить, потому что кот хочет есть. Вот. Вот что-то такое должно у нас получиться. Также наверх можно поставить звездочку из морковки. Но у нас в шпажке и так сердечко, поэтому здесь ни к чему. А это, кстати, готовая курочка, которая для следующего рецепта. Но это уже совсем другая история. Вот такая вот, друзья, у нас отличная закуска получилась на Новый год. Если вам понравилось, поставьте лайк. Поделитесь этим видео. Не забудьте подписаться. И напишите в комментарии, что вы будете готовить на этот Новый год. Ну а вам приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok